всем привет дорогие мои друзья подписчики а также просто зрители моего канала с вами я принц юрий и сегодня я бы хотел затронуть такую тему понимаете да коронавирус хотелось бы немножко поговорить о нем и собственно о ситуации которая в общем то сейчас вот вьется вокруг него и насколько это все серьезно и серьезно ли вообще ну для начала я хочу сразу сказать дорогие друзья я ни к чему не призываю то есть я за то чтобы люди соблюдали карантин чтобы поберегли себя поберегли друг друга до чтобы как можно меньше выходили из дома ну как по мере возможности конечно там за продуктами сходить либо если кто-то хочет погулять то лучше делать это ночью то есть когда никого нету когда действительно уже в общем то все тихо спокойно да то есть не вы никого не заражайте не вас никто не заразит и действительно лучше гулять в такое время потому что вы знаете вот вирус он этот конечно коварен тем что он в общем то быстро передается и может так сказать при определенных условиях поразить жизненно важные органы вот ну вообще как поразить вот если вы человек сильным иммунитетом да то конечно вы можете быть носителем просто да но при этом вы распространяете да то есть можете конечно заразить кого-то да то есть и так сказать кто-то заболеет да вот если у вас иммунитет ну не очень сильный то вы можете заболеть то есть вот этот вирус начнет таскать ну в кавычках копать организм ваш то есть ну скажем так паразитировать то есть он по сути вы можете заболеть конечно да если у вас иммунитет более менее такой сильный, ну, как, терпит на себе вот эти вот воздействия вирусные, то, конечно, в принципе, вы, ну, пострадаете минимально, то есть у вас там будет, может быть, ну, как обычная простуда, то есть вы чих, насморк, кашель, там, возможно, даже где-то какие-то, вот, собственно, температура, там, возможно, жар, озноб, там, ну, то есть такая стандартная, в общем-то, ну, то, что, я думаю, у многих встречается, да, то есть я тоже часто болел гриппом, часто вот рви вот этим, вот, в школе так я вообще часто болел, ну, наверное, два раза в четверть, то есть, понимаете, да, как бы, вот, сейчас я болею, ну, так, знаете, тьфу-тьфу-тьфу, ну, тоже желательно не болеть, то есть зимой, вот, как-то тепло одеваться по погоде, вот, и, в принципе, вот, действительно нужно соблюдать меры предосторожности, то есть это носить маску обязательно, и, конечно же, перчатки, вот, ребят, вот, сейчас с масками, конечно, напряженка, да, я тоже не мог сегодня приобрести маски, да, в аптеках вообще масок нету, единственное, что я мог взять, это вот у меня, это, там где-то лежат перчатки, то есть я где-то две пары взял, то есть они такие, в общем-то, плотные, синие такого, сине-фиолетового цвета, вот, ну, они, конечно, такие маленькие, в обтяжку, но очень так сексуально смотрятся, вот, ну, конечно, да, они, важно, чтобы они были без дырочек, то есть не повреждать их лучше, лучше их использовать многоразово, то есть походил на улице, помыл с мылом там или каким-то другим антисептиком, вот, собственно, и тогда это залог действительно здоровья, это залог того, чтобы вы не заболеете вот этим самым, так сказать, вирусом, то есть не заболеете вот этим, как сказать, вирусным гриппом, да, да, ну вот, ребята, это одна сторона медали, но мне бы хотелось немножко затронуть сегодня другую сторону медали, а это то, что вокруг вот этой, вот этого вируса, да, ну, просто, вы знаете, очень много внимания и очень много разговоров по поводу этого вируса, очень много вот этих всяких, вот что, типа, вот коронавирус, что это все кошмар, ужас, да, что творится, да, ребят, вот я хочу сказать, что когда я был мелкий, а это было еще, ой, знаете, когда 2002-2003 год, то есть это такое мое детство, и, знаете, я тоже помню атипичную пневмонию, вы знаете, вот я хочу сказать, у нас, конечно, был карантин, у нас, конечно, был вот этот вот такой тоже ажиотаж, что, типа, вот, ну, никто не устраивал таких вот, прям, знаете, самоизоляций, то, чтобы сидеть дома, ну, да, говорили, то, что лучше не ходить в места вот этих вот большого скопления людей, там, автобус, там, всякие очереди, там, не знаю, за колбасой, или там какие-нибудь, там, всякие вот эти развлекательные заведения не посещать, ходить в масках, вот это я помню, в перчатках, правда, нам не советовали, но ходить в масках обязательно, потому что, как бы, маски, они, как бы, ну, все-таки той или иной степени защищают, так или иначе, и, действительно, мы как-то, вот, ну, можно сказать, что, ну, я не сказал бы, чтобы так сильно пострадали от атипичных пневмий, да, конечно, что были жертвы, было, по-моему, 8 тысяч человек, да, это, конечно, намного меньше, чем сейчас, но тут надо понимать, что, во-первых, и он распространился-то не так, скажем так, быстро, то есть он распространялся очень долго, то есть он, ну, как бы, вот, и поэтому он, как бы, был не опасен, но все же он был смертельно опасным, и от него погибали. Дальше, птичий грипп, свиной грипп, ну, это уже последующие года, там, уже 2006-2007 год, там, 2009, по-моему, вот уже свиной грипп, 2009 год, там, я могу ошибиться, да, подскажите в комментариях, вот, и вот лихорадка Эбола, ну, то есть, вот, понимаете, да, то есть все вот эти, так сказать, опасные заболевания, но почему-то карантина тогда не было, то есть не было вот этих закрытий границ, не было вот этого, я не знаю, каких-то репрессивных мер, что, типа, вот, за заражение, там, какая-то ответственность, там, большие штрафы, и даже сроки, там, какие-то большие такого, вообще не было. То есть, хотя, в принципе, вот, разница между коронавирусом и тогдашним вирусом лишь в том, что коронавирус, он быстрее передается, но эффект, вот, ну, как бы вам сказать, урон от этой болезни, он, в принципе, одинаковый, что там, что здесь, как бы, ну, от него очень много, очень большой процент, ну, скажем так, заболевших, ну, вместе с этим смертность, если, вот, смотрите, смотрите, вот, заболело у нас, там, ну, миллион, чем-то, миллион сто тысяч человек, ну, как бы, это носители, из них заболело двести семьдесят, из них, точнее, выздоровело двести семьдесят тысяч человек и умерло, так, скажу, сейчас сколько, около шестидесяти тысяч, ну, вот, а может быть, сейчас уже триста тысяч выздоровевших, я не знаю, я просто посмотрел статистику только вчера, может быть, за сегодняшний день что-то изменилось, вот, я сейчас потом проверю себя, ну, вы же понимаете, да, что в процентном соотношении, да, вот, сколько выздоровели, вот, допустим, если даже считать, сколько заразилось и сколько из них умерло, то есть, заразилось миллион и сто тысяч коронавирусом, и из них умерло, даже, пускай взять шестьдесят тысяч, это в процентном соотношении примерно, ну, где-то пять процентов от общего числа заразившихся, то есть, умерло, ну, по сути, пять процентов, а может, даже меньше, там, посчитайте, вот, выздоровела, конечно, меньше, чем заразилось, вот, но при этом больше, чем умерло, то есть, триста тысяч, да, это и шестьдесят тысяч, так сказать, ну, это сколько в процентном соотношении, ну, это получается где-то, ну, 20 процентов умерло, тоже, в принципе, не так много. Посмотрим статистику по другим заболеваниям, да, от обычного гриппа умирают в год больше миллиона, а от туберкулеза умирают полтора миллиона, от ВИЧ, ну, от СПИДа, как последствия ВИЧ, умирают тоже где-то, ну, около двух миллионов, по-моему, там даже, по-моему, больше уже, там, по-моему, неуклонно растет с каждым годом. Вот, ну, вы, конечно, можете сказать, что, ну, ВИЧ, он медленный убийца, то есть, с ним можно жить 30 лет, ну, камон, дорогие друзья, даже если человек заразился им, он, по сути, можно сказать, обречен. Ну, да, он, конечно, может с ним жить, там, 30 лет, 20 лет, но он не излечится из него полностью, потому что вакцины на сегодняшний день по истреблению ВИЧ до сих пор нет. От коронавируса, в принципе, можно вылечиться, да, конечно, последствия могут быть там, конечно, какие-то, ну, если у кого-то слабый иммунитет, да, плачевный, но это не говорит ни о чем, это не стопроцентная гарантия, то, что человек прям, вот, все будет так плохо. То есть, понимаете, да, вот эта паника, да, она еще искусственно создается, ну, наверное, для того, чтобы, вот, ну, скажем так, дестабилизировать ситуацию в мире, а в частности, вот, в нашей стране, понимаете, да? Вот, и, конечно, к этому причастны, я так думаю, что какие-то уже, ну, там, в мировом правительстве кто-то. То есть, это чтобы сократить население, чтобы, наверное, ну, как бы это, может быть, не цинично звучало, да, ну, как-то это, конечно, ужасно, если это так, но чтобы действительно, вот, ну, как сказать, сократить население, чтобы нагрузку снизить, наверное, на вот эту финансовую, да, или как это назвать, ну, я не знаю, но в любом случае это все делается преднамеренно. И вот этот вирус, он был, по сути, искусственным. То есть, ну, и, понимаете, да, и мне, знаете, здесь больше всего обидно то, что люди, по сути, как бы поддаются вот этой панике, и они становятся, ну, как сказать, ну, просто выходят из себя, вот, из-за этой, на почве этой паники. Вот, сегодня произошло одно происшествие, я сниму видеоролик отдельно на эту тему. Тоже, в общем-то, у нас такое событие случилось, там, значит, ну, я об этом позже расскажу. В общем, вы понимаете, да, что вот эти все, вот эта паника, да, она негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. И человек, по сути, он, мало того, что и так находился, вот, в частности, в странах СНГ, в таком подвешенном состоянии, так когда еще вот этот вот, ну, скажем так, вот эта паника, она просто человека деморализует и разрушает его нервную систему, и человек становится, ну, просто овощем. Человек становится, как зомби, да, человек становится управляемым, человеком легко манипулировать, и, собственно, ну, кому-то это выгодно. Понимаете, да, что это все делается тоже, ну, как бы, не просто так, но это, конечно, очень такие, ну, очень все плохо, да, что вот у нас так. Но, тем не менее, вот такая ситуация есть. Так что, дорогие друзья, не поддавайтесь панике. Конечно, нужно придерживаться вот этих разумных, конечно, вот этих, как бы сказать, предписаний врачей, предписаний, значит, вот посмотрите Елену Малышеву, вот у нее тоже, ну, там, я не знаю, очень хорошая, ну, посмотрите Мясникова, врача, да, то есть вот они тоже говорят о том, что нужно предохраняться, да, или вот, например, вот есть тоже один врач в интернете, да, вот он замечательные видеоролики выпускает, Комаровский доктор, вот он как раз-таки об этом все говорит, как нужно защитить свой иммунитет от вирусов, как, вот, защититься от напасти. Так что, дорогие друзья, вот, посоветую вам не поддаваться этой панике, просто смотреть за своим здоровьем, там, ну, стараться вести здоровье в жизни, ну, как, по мере возможности, конечно, потому что фрукты сейчас качественные, практически не купишь, но только так, если у проверенных только. И продукты покупайте только без ГМО, вот там, где написано ГМО, не покупайте, дорогие друзья, не покупайте спальмовое масло, не покупайте вот с продукта, допустим, где вот эти ешки, если видите ешку, все, не покупайте, покупайте только вот то, что написано там, допустим, фасоль, да, в томате, да, к примеру, где написано бобы, томат, да, все, ешек нету, вот. Ну и, конечно же, старайтесь как-то избегать пока людных мест до конца апреля, понимая, что это тяжело, но, как бы, вот пока надо так, конечно, сделать, ну, такие уж, так уж у нас устроено, что ничем другим помочь не могут. Ну, дорогие друзья, берегите себя, не поддавайтесь вот этой панике, это все высасывает из нас энергию, последние соки из нас выжимают, вот, старайтесь как-то здраво мыслить и, вот, побольше каких-то позитивных эмоций, там, я не знаю, фильмы посмотрите хорошенькие, вот. Ну и, в общем, счастливо, всего доброго, увидимся в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok